Доброго здоровьи, уважаемые посетители канала! Так как я работаю над травником, то я с вами опять-таки беседую Вот я столкнулся с такой проблемой лично у себя и думаю у многих людей Что это за проблема, так сказать? Пока она маленькая, но она может перерасти в довольно-таки большую проблему Проблемка заключается в том, что у человека с возрастом понижаются пищеварительные способности организма И то есть то, что мы раньше съедали и легко переваривалось Ну в моем возрасте, с 70-летнего человека, подчеркиваю Которому уже пошел восьмой десяток Уже не так переваривается пища Я помню в спортроте, когда занимался 20-летним пацаном То съедая в столовой все, что там дали А то порции по две примерно И выходя из столовой Вот буквально-таки ты вышел, покинул дверь из столовой Возникало такое ощущение, что ты ничего не ел Все куда-то исчезло Теперь, конечно, это не так Это не так Ты вроде бы поел, вроде бы нормально Все, даже можешь, как бы сказать, переесть Но ты не чувствуешь Но зато проходит какое-то время И ты чувствуешь тяжесть То есть ты объелся И вот у тебя потихонечку начинает тут все это дело растаскиваться То есть, ну, крайне неприятная вещь За которой дальше последуют, если вовремя ее не устранить Последуют довольно-таки серьезные проблемы То есть плохое пищеварение не позволяет нам тщательно расщепить все эти вещества В итоге у нас всасываются какие-то полуфабрикаты в виде слизи Начинается у нас откашливание Сморкание там по утрам То есть слизь выходит через легкие носоголодку И возникают там совершенно иные проблемы Которые вроде бы не связаны с пищеварением, как нам кажется Но на самом деле все это связано Так к чему я веду свою беседу? Я веду беседу к тому, что я лично пробую свое пищеварение улучшить с помощью полыни Это я пробую Я вам сообщаю Не принимайте это как непосредственно рекомендации к действию Осмыслите Так-сяк Что-то там чуточек попробуйте на себе И т.д. и т.п. И уже потом, взяв ответственность на самого себя Уже будете действовать Итак Что я лично думаю делать Так как я вот ознакомился с этой информацией Значит, ну смотрите Ну так кратко скажу Что название полыни происходит от русского логола Полити Полити Полить Спалить То есть сгореть В связи с этим важно отметить Что она угнетает, сжигает другие растения И почему она в основном так одна растет Но это нам не важно Важно другое То, что отметили особенно древние целители А именно Вот что говорил Авиценна в каноне врачебной науки Вкус ее весьма горек Лучшим видом ее является свежая полынь С желтыми цветами Ну таки маленькие, да Природа ее горяча Во второй и суха в первой степени То есть это именно вот для того, чтобы нам увеличить наши переваривающие силы Которые сравниваются с огнем Лучше всего где-то будет подходить вот как раз полынь Принимаемая полынь Так как она вот как раз мощными такими разогревающими действиями И к тому же подсушивает организм Лицам с индивидуальной конституцией ветра У которых уже организм обезвожен, так сказать Очень и очень осторожно надо ее применять Потому что она может обезводить еще больше Зато лицам с индивидуальной конституцией слизы Ее можно применять и получать очень и очень хорошие результаты Итак, из истории о полынь горькой Значит это самое горькое растение в мире Я уже об этом сообщал Ощущается даже при разведении в 10 тысяч раз Далее Официально считал полынь горькую сильнейшим противоядием И средством для усиления аппетита То есть аппетит это как раз вот все эти пищеварительные способности Вот что он писал Это прекрасное и удивительное лекарство для аппетита Если пить ее отвар и выжатый сок 10 дней То издается курс Не переборщить Потому что если даже в малых, так сказать, дозах ее Примать длительно Она может высушить Женщины месячные подсушить Мужчины подсушить семя Это важно понимать И вот что писал Средневековый медико-фармакологическом трактате О свойстве травм Автор Никто Ода Из города Мена А полынь горькая следующая Как бы ее не принять Укрепляется в сколе желудок Вот что я и думаю делать И кстати, когда я у нас как раз Во дворе растет В моем саду Растет, значит, эта полынь Я прямо срываю свежую эту полыньку И раз и съедаю И знаете, она свежая еще не набрала ту горечь Которая действительно у нее есть такая мощность Жгучая, все высушивающая Вот, поэтому я, так сказать, взял и съел Итак, лучше, однако, трава Коль отваришь с водой дождевую А почему с водой дождевую? Да потому что вода дождевая Дождевая вода Это чистая вода Ну, практически дистиллят И эта чистая вода дождевая Она лучше всего Берет эти все вещества из полыни То есть она их вытягивает Делает экстракцию И перед самым принятием Остудить под небом открытым Интересно, конечно Остудить Ну, остудили, ладно там Но тем не менее, знаете, вот такие вот тонкости Когда мы их применяем Мы понимаем, что действительно это имеет какое-то значение Потому что вот когда применишь, то ощущаешь А когда не применяешь, да, все так идет Знаете, вот в этих мелочах очень многое скрывается Что там оно полезное Я уже многое до этого сказал Моя сейчас, так сказать, цель изложить Что я вот думаю вот так у себя укреплять желудочек свой Который уже, так сказать, находится в стадии упадка сил Можно, так сказать, чисто естественно В процессе старения Вот, я думаю, вот так вот поддерживать Полыночек раз Перед едой там, можно даже совместно с едой Ну и Я как-нибудь с вами поделюсь И что же у меня в конце концов там получается Кстати, кстати, если там почитать и дальше Дальше почитать Свойства применения, листья там Полынь и вообще там много различных видов Что эта полынь, она еще не просто Вот как можно использовать как противопаразитарное лечение Потихонечку Она делает свое дело Значит, там И на микрофлору вредную влияет И, значит, на непосредственно листову потихонечку влияет Не спеша без всяких этих Значит, для возбуждения аппетита ЛЕК ЛЕРК Рекомендовал следующий рецепт Порошок из полыни листьев 3 грамма Порошок корня солодки 2 грамма Порошок конеца зеленого 0,5 грамма Все перемешать, разделить на 3 части И выпить в течение дня, заедая мягко чуть чернослива Кус в течение 5 дней здесь Это от, значит, и для возбуждения аппетита, и для знания острицы Ну, сразу же я хочу сказать Не думайте, что Вот Что-то вы приняли и избавились от Глистову раз и навсегда Да мы ими постоянно заражаемся Плюс одно дело Их удалить из Значит, из кишечника Что вполне возможно А вот другое дело Те там личинки Которые мигрируют по всему организму Они просто-напросто попали в желудочно-кишечный тракт Кишечник, сосали с кров Болтаются по всему организму Для того, чтобы там или сям где-то Прикрепиться, созреть Далее, значит, чтобы Мы их опять заглотили Они превратились в листов Ну, примерно так Ну, что я бы еще хотел бы вам сказать Кстати, молодой чернобыльник поедается скотом Бобры едят Сурки, суслики И, кстати, когда из бобров этих сурков Сусликов готовят, значит, вот этот жир Или еще какие-то там Берут там бобровую струю А чем она полезна? А полезна тем, что Оказывается, используются растения В пищу этими животными Которые обладают мощнейшими Противоразного рода Паразитическими вещами Поэтому он так и действует хорошо Вот еще, опять-таки, тот же врач Ода Средневековый врач Ода Измена, он пишет О, чернобыльники Ею успешно всего исцеляет у женщин болезни В виде отвара она выведению месячных служит Действуя так, если матку отваром таким согревает Часто или с чистым вином выпивает сырой и растертой Ну, вот мне еще заинтересовалось следующее С возрастом мы так особо в почечки не смотрим Ну, за исключением тех, которые любят там УЗИ делать И смотреть Возможно, они правильно поступают Не будем говорить Вот, но тем не менее, допустим Я ощущаю, что там тянет в почки, допустим, право Или какие-то боли возникают То есть там какой-то непорядок А так как я до этого голодал на талой воде И у меня вышел песочек как из правой почки Так и с левой почки Прошло уже довольно-таки много времени А он имеет тенденцию там скапливаться Вот, то вот эти вот слова Амирдаллата Амасиации Который написал вот эту вот великолепную книгу Ненужная для неучи Ещё разом скажу Это не те люди, которые в силу своих возможностей Ну, не познакомились с ней Это довольно-таки редкостное издание Вот у меня оно есть А именно те, которые по своим профессиональным обязанностям Должны бы познакомиться и расширить свой круазон Ну, если это там не действует Если то не действует Если пятое не действует Но обратись ты к опыту древних А что древние в этом плане говорили Итак Значит, о Чернобыльнике он писал следующее Она растворяет камень почек А если выпить примерно 9 грамм её сока То сделать обильную мочу Растворить и выведет камень из мочевого пузыря Согреть живот Сделает разрежёнными влаги И выведет мёртвый плод из утробы А также проможет при болезнях матки И вызовет месячные Опять-таки, это только информация Вы всё это дело намотаете на ус Посмотрите, взвесите И только после того Когда вы примете ответственность на самого себя А не на какого-то дядю Или ещё Вы можете это что-то опробовать Сделать То есть Используя полы Тем самым можно и печёночку Значит, почистить Вот так сказать Мягенько И почки почистить Что немаловажно И естественно Укрепить свой желудок Свои пищеварительные способности А пищеварительные способности Если хорошие Значит, это прекрасная Предпосылка для дальнейшего здоровья Редко у кого Желудок бывает такой Как некоторые Лужёные Переварить всё подряд Ну вот я с вами поделился Вот такими вот вещами Что я думаю в ближайшее время делать И что я уже делаю Ну тут опять-таки Важна самодисциплина Чтоб не забывать это Взялись и делайте Хотя бы курс недельку Сделали всё Посмотрели Что, что, как у вас там происходит Вот Естественно Ответственность на себя А не на что что-то там Дядя Это ты виноват Это ты там сделал В любом случае В любом случае Человек страдает Сделал это он Сознательно Над собой Грубо говоря Провёл такой Эксперимент с полынью Или бессознательно Взял совет Какого-то Другого А вот когда Всё это дело Потихонечку Полегонечку То будет удача Ну вот Вот этим я хотел С вами поделиться Я благодарю Вас За то, что Откликайтесь Проявляйте Свою благотворительность На поддержание Канала Свою благотворительность